Аспирин, парацетамол все так же по 29 рублей. Популярные отечественные жаропонижающие препараты не выросли в цене. На фоне антироссийских санкций, заявляют нам в ульяновских аптеках. Чего не скажешь о другой категории препаратов и зарубежных лекарствах. Подорожали, вот недавно только покупала карбоксилаз, что с чем-то 120 было. Сейчас уже 235. Конечно, подорожали. Сейчас попадете в другую аптеку? Да, сейчас туда посмотрю, если, может, там подешевле, если нет, сюда приду, так и так. Что-то подорожало, что-то подорожало на 10%, что-то на 15%. Но вот сейчас женщина брала амепрозол, амепрозол вообще не подорожал. До этого мужчина у меня как-то брал ксорелта, вот 20-ку, он стоил 3 300, сейчас 3 600. То есть подорожание, но небольшое, то есть не критично так. Тем временем в аптеках уже две недели не спадает ажиотаж на лекарства. Согласно статистике, только за неделю с 28 февраля по 6 марта лекарства покупали в два с лишним раза больше, чем неделей раньше. Такое поведение людей объяснимо. Каждый нуждающийся боится остаться без таблеток. Конечно, был вот очень большой ажиотаж на препараты. Все скупали препараты много себе на всякий случай, там на месяца, на три месяца. Был ажиотаж. Но вообще сейчас все равно все препараты есть. Даже если какие-то там бывают сбои с поставками, ну потому что скупили люди. Все равно мы все привозим. Даже если чего-то там иногда не бывает, то мы предлагаем аналоги. Об отсутствии угрозы сбою поставок препаратов говорят о представителе крупнейших международных фармацевтических компаний. К примеру, известная японская марка, выпускающая антибиотики. Препараты для лечения рака предстательной железы, а также лекарства, применяемые в урологии, не планируют уходить с российских аптечных прилавков. Более того, они намерены локализовать в стране выпуск новых медикаментов. Я пока не слышал, чтобы какая-то фармацевтическая компания заявляла о своем намерении уйти с российского рынка. Такой информации у меня нет. Судя по тому, как мы общаемся с нашими коллегами, мы также не видим никаких намерений того, чтобы компания пересмотрела свои планы присутствия на российском рынке. В госаптеках, которых по Ульяновской области 38, поставки лекарств идут в штатном режиме и без перебоев. Препаратов закуплено на сумму свыше 500 миллионов рублей. Доля импортных медикаментов для льготных пациентов составляет порядка 45%. Пока не ощущаем мы на себе какие-либо перебои. То есть это достаточный запас и инсулинов, запас достаточный сердечно-сосудистых препаратов и лекарственных препаратов для лечения так называемых арфанных заболеваний и онкозаболеваний. Запасы льготных лекарств хватит на ближайшие три месяца. Кроме того, закупки профильным министерством не приостановлены. Повода для паники нет. ФДТВ